Эй, львёнок! Он опять пристаёт ко мне! В следующий раз я нажалюсь вашей матери! Наша мама охотится? Но я скажу ей, это больше не повторится, честное слово! Надеюсь на это. О чём ваша мать только думает? Копа! Сколько раз её приставать! Не лезь к чужим мамам! Хочу кушать! Так, ладно. В твоём возрасте я уже перешёл на мясо, потому что у мамы не хватало молока. Ну? Фу! Тебе придётся полюбить это! Хочешь, научу тебя охотиться? Да, охотиться! Сперва сиди тихо. Дождись, пока Добуча отлечётся. И в тот счастье нападай! Та-да! Видишь? Копа, куда ты? Хочу кушать! Гепард! Нет! Ты вообще меня слушал! Не смей больше ходить к ней! Хочу к мамочке! Прости, Копа, но мамы здесь нет. Зря я забрал его. Я не заменил ему мать. Вместо этого я потерял свою семью. Может, стоит вернуться? Но что тогда будет с Копой? Я не могу его так оставить. Значит, мне придётся отвезти его домой. Надеюсь, его родители не пришибут меня на месте. Эй, смотри, смотри же! Копа, ты что, сам поймал их? Ага. И никто тебе не помогал? Ээээ, да, никто. Пусть это будет нашим маленьким секретом. Этим львятам нужно немного помощи. Лучше присмотрю за ними, пока они немного не подрастут. Надеюсь, они скоро найдутся. В наших землях живёт множество прайдов. Из кого же они? Коса, маленький мой, где же ты? Я так скучаю по тебе. Азра, почему ты всё время думаешь о Косе? Он наверняка в порядке. Ведь он умеет охотиться, прятаться и... Заткнись, Кову! Я и без тебя знаю, что он умеет. Это из-за тебя он ушёл. Ты всё время дразнил его. Но, но, я просто прикалывался. Я никогда не хотел, чтобы он сбежал. Прочь с глаз моих! Кажется, Кову никто не больше не любит. Что ж, недолго ему ещё оставаться наследником шрама. Фу, ты дурак, ну-ка. Мама не изменит решение только из-за Азры. Ох, Витани, а с тобой-то что? В последние дни ты стала ужасной злюкой. Я не злюка! Ага, конечно. Отец, прошу тебя, присмотри за моим сыном. Где бы он ни был. Коса, Коса, помоги! Где ты, Копа? Сверху! Что? Что ты там делаешь? Я хотел поискать еды, но, кажется, застрял. Что ж, помогу. Ааа, что ты делаешь? Прекрати раскачивать дерево! Опа, сработало! Льву не лазает по деревьям, Копа. И на этом спасибо. Ну и как, нашёл еду? Да, недалеко от нас. Тогда быстрее, пока нас не опередили. Мне здесь нравится Коса. Здорово, что мы наконец-то нашли дом, который так долго искали. Как думаешь, мы встретим кого-нибудь? Надеюсь, что нет Копа. Ведь мы всё время крадём их еду. Не думаю, что до того они встретят нас с распростёртыми объятиями. Ого, да тут целая зебра! Я так голоден! А я думаю, что у тебя живот так бурчит. Это не мой живот. Уходите отсюда! Это моя добыча! Ты хочешь сказать, что сама завалила эту зебру? Ну, что ж, нет, но я первая её увидела. Но что-то мне подсказывает, что вы не первый раз уже крадёте чужую добычу. Вам что, родители не говорили, что красть плохо? Мы тут одни. Одни? А не слишком ли вы молоды для бродяг? Ох, но мы всегда были бродягами с самого детства. Копа, будь добр, заткнуться и просто пошли. Очевидно, что делиться она не намерена. Почему твой друг такой грубый? Он не очень жалует других львов. Но на самом деле, он очень классный. Он спас меня, когда я был ещё детёнышем. Ох, надо же! Копа! Сколько можно прохлаждаться? Пошли! Прости, мне пора. Но если хочешь, приходи к восточным скалам. Хорошо. Коса, давай останемся здесь навсегда. Я впервые почувствовала себя дома. Поживём-увидим, Копа. А что ты думаешь насчёт этой львицы? Тебе она понравилась? Дура какая-то. Мне она очень понравилась, Коса. Она такая красивая и милая. Ох. Всё, я спать. Спокойной ночи. Спокойной, Копа. М? Белые львы? Никогда таких не видел. Почему этот придурок так смотрит на меня? Она заметила меня? Бориди, милая, пойдём. Фух. Замолчи, мама. Хватит мне указывать. Эй, привет, ребята. Что ты здесь делаешь? Твой друг сказал мне, что я могу прийти к вам, если захочу. Меня, кстати, зовут Джалия. А вас как? Я Коса, а моего друга зовут Копа. Приятно познакомиться, Коса. Что, не рад видеть меня? Джалия, ты пришла? Здравствуй, Копа. Я просто хотела сказать тебе, что мои родители хотят повидаться с вами. Что? Ты рассказала родителям? Конечно. В конце концов, они правят этими землями. Так что они должны знать, кто на них живёт. Но не волнуйтесь. Я сказала им, что вы очень классные. О, Коса, пойдём. Думаю, будет здорово познакомиться с ними. Джалия, ты знаешь что-нибудь о белых львах? Да, они наши соседи, живут в горах. Но лучше остерегайтесь их. По-моему, Моатсит слишком добр. Он разрешает им охотиться на наших землях. Потому что говорит, что в горах почти нет добычи. Но что с ними не так, Джалия? На самом деле, король Латиф и королева Дара очень хороши. Но их дочь просто дьявол во плоти. Все боятся, что однажды она станет королевой гор. Она только и делает, что на всех ругается и всем досаждает. Она не уважает старших. Не могу понять, как львы вроде неё могут быть наследниками престола. Так значит, это те самые любые, о которых ты нам рассказывала, Джалия? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...